Хуже некуда в Воронеже начался матч чемпионата ВХЛ для хоккеистов Рубина с откровенным аутсайдером лиги Бураном. Хозяева открыли счет уже на первой минуте, впрочем, ледяной душ пошел сибирякам на пульсу. Вскоре они перехватили инициативу и начали доводить свои атаки до логического завершения. Михаил Потякин сравнял цифры на табло, а затем лучший снайпер тюменцев Денис Давыдов провел свою 13-ю шайбу в сезоне. Второй период был наполнен игрой в неравных составах. Все голы случились, когда гости расчерчивали комбинации в формате 5 на 4. Главным действующим лицом стал Егор Иванов. Сначала он закрепил преимущество Рубина, однако затем подопечные Андрея Кередишова умудрились пропустить в большинстве. Дальше опять пошла импровизация. В другой хоккей начали играть. Вот это нам не нравится, от этого мы будем избавляться. Будем работать. Дорогие должны понимать, что этот тренингский состав хочет, тогда будет успех. Лишнего тюменцы все же разыграли. Через 36 секунд после конфуза они восстановили статус-кво и вновь актив бомбардира пополнил Иванов. Помог ему Вадим Кравченко, который сделал три голевые передачи за матч. Тяжело, как и со всеми остальными командами. Команда цепляется, тоже не хочет проигрывать, им тоже нужно очки, показать свой хоккей и пробиться дальше. Так считаю, команда идет на последнем месте, всем нужны очки и нам и нужны, и им. В обороне плохо действуем, только пока надо исправлять, искать своих игроков. В заключительной 20-ти минутке сибиряки игру засушили. Действовали они по счету и закономерно победили. При этом Кравченко уже отпраздновал было пятый успех команды в матче. Но арбитр посчитал, что Иванов нарушил правила на голке переворонежцев. Гол был аннулирован, но победа Рубина это не изменила. 4-2. Теперь команда возвращается в Тюмень, где проведет заключительные домашние игры в 2017 году. Полезный хоккейный проект получил путевку в жизнь под патронажем городской федерации этого вида спорта. Получив поддержку от главы организации Виталия Байдакова, принято решение о создании первенства городской юниорской лиги. Прежде всего, для предоставления игровой практики ребятам, чей возраст уже не соответствует выступлению на турнирах «Золотой шайбы». В прошлом году мы столкнулись с проблемой. Наши десятиклассники не смогли сыграть в первенстве города, потому что самые старшие играют уже девятый класс. То есть в этом году самая старшая группа 2002-2004 год. И получается, пацаны, которые учатся в 10-11 классе, они не могут нигде сыграть. Первый тур стартовал встречи между кадетами и Тобольск-Полимером. Игроки на площадке друг друга не жалели. Несмотря на запрет силовых приемов, этого правила хоккеисты придерживались скорее формально. Единоборства шли по-взрослому, что обернулось потерями уже в стартовом периоде. Заставляет, меня внутренне подстегивает, что нужно бороться и так далее. Своих не давать в обиду защищаться за них. Командная игра, все должны быть друг за друга. Надежная командная работа позволила Макарову оформить дубль. В открытой перестрелке и борьбе характеров тюменцы выглядели мощнее – 8-6. Но представителей духовной столицы Сибири это не огорчило. Прежде всего, отталкивались они от собственной игры. Ведь многие спят и видят, когда подвернется шанс перезагрузить карьеру. Эти ребята к англом Сибири не имеют. Мы занимаемся во дворце спорта «Кристалл». Но эти ребята никогда не играли. Эти в основном уличные ребята с улицы. Турнир пройдет в два круга. Участие в нем, помимо кадетов и табаляков, принимают хоккеисты «Водника», «Маяка», «Сдюшор-3» и «Юсушар-Убин». Третье поражение в сезоне потерпели хоккеисты Тюменского легиона от худшей команды конференции «Восток» Альметьевского спутника. В рамках чемпионата МХЛ сибиряки встретились с аутсайдером на домашней площадке и стремились взять реванш за поражение в первом круге. Однако, как это часто бывает, на молодежном уровне перегорели и уже в дебюте пропустили две шайбы. Правда, хозяева оперативно сократили отставание. Никем не прикрытый на пятаке защитник Антон Сибин сыграл как заправский нападающий. Ну, просто, может, соперник нас удивил. Мы настраивались, хотели дать бой, пытались. Что-то не получилось. Недостроения не было. Все его хотели пацаны биться. Залогом успеха спутника стала не собственная игра, а действия тюменцев в обороне. Их третий гол – наглядное тому подтверждение. Правда, во втором периоде альметьевцы сами напомнили, почему замыкают таблицу дивизиона. Сибирьки отыгрались после необдуманных действий гостей в собственном тылу. Сначала Иван Степанов удачно подставил клюшку, а затем 16-летний Михаил Сусликов забросил свою вторую шайбу в МХЛ. Жгоров ходил по левому краю, отдал передачу на дальнюю штангу Пленкину. Пленкин бросил, я добил. Показалось, что подопечные Владимира Гусева переломили ход поединка и еще до второго перерыва дожмут соперника. Но случилось противоположное. Артем Пылаев отправился в штрафбокс. И Кирилл Лазарев снял паутину с девятки тюменских ворот. Удаление нелепое. Там спорный момент. Я не считаю, что гол был. Точнее, то, что удаление было. Но не повезло, забили гол. Это бывает. Точку в противостоянии поставил Алексей Бархаткин. И вновь произошло это при попустительстве сибирских хоккеистов. 5-3 победа спутника. У легионеров остался последний шанс реабилитироваться. Сегодня оппоненты проводят повторную встречу. Французское местечко Легран-Барнан близ города Айн-Си впервые с 2013 года принимает этап Кубка мира по биатлону. Финал престижной серии пройдет в марте в тюменской жемчужине Сибири. А пока в Альпы отправились наши корреспонденты, которым весной предстоит организовывать прямые эфиры этого турнира на всю планету. Удобнее всего во французский Легран-Барнан добираться через швейцарскую Женеву. Небольшой, но такой важный для экономики мира городок, на окраинах совсем не примечательный, но по прибытии сибирской зимы приятный своей плюсовой шершавостью. Граница между странами Еврозоны формальна, а ее пересечение напоминает лишь небольшой пост, который рядовые машины и не останавливает. Программу соревнований открыл женский спринт, который прошел в условиях жесточайшего зимнего дождя, превратившего лыжню в хлюпающую кашу-малашу. Россиянки, в числе которых были тюменки Ирина Старых с Викторией Сливко, проявить себя вновь не сумели. Но без наших никуда. Уроженка Тюмени, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная мама Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, взяла золото в спринте. Обойдя грозную немку Лауру Дальмайер. В девичестве Шипулина светится от счастья от того, что завершит олимпийский сезон на родине. Очень радует, я благодарна комиссии IBU, что все-таки решили, чтобы в Тюмени состоялся этап Кубка мира. Для меня это бальзам на душу. Я хочу поблагодарить российских болельщиков. Это действительно такая сила. Настолько вот энергию передают, что, наверное, благодаря им тоже сегодня выиграл. Побед не было так много, таких вот в этапах Кубка мира. Всегда к Олимпийским играм подбирались как-то потихонечку. Сейчас вот такое начало сезона, конечно, очень радует. И для нас каждая победа – это действительно что-то маленький праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова